Барнаульский ученый с мировым именем Недавно обсуждая вопросы поиска и обоснования сакральности отдельных мест Приезжал у нас тут представитель русского географического общества Обсуждали эту проблему, где в Алтайском крае такие сакральные места Мне кажется, они есть и в Барнауле И я думаю, что вот эта сосна, оставшаяся последней Всякий приезжий в город Барнаул должен прийти и постоять около нее Чтобы почувствовать таинственную незримую связь времен Когда-то здесь был самый край города И люди приезжали сюда прогуляться, устроить пикник А еще раньше тут проходил край ленточного бора, тянувшийся сплошным ковром от самой Барнаулки Пока однажды для нужд сереброплавильного завода не решили его вырубить После чего пески, уже ничем не сдерживаемые, стали наступать на город Так что Барнаул даже называли какое-то время пескоструйском В связи с этим эта сосна приобретает еще один особый смысл Как символ природы, живой и пока еще не сломленной В географической науке много говорят о взаимодействии природы и человека Нет никакого взаимодействия Человек-хищник, который вторгается в природу Вторгается, уничтожает, если дальше будет так продолжаться Ну как скоро, трудно прогнозировать, но факт остается фактом Человечество уверенно идет к своему концу, поступая так в своем природном окружении Это сосна, а ей, по мнению Виктора Семеновича, около ста лет Имеет официальный статус памятника природы Над ней ушепствуют ученики одной из барнаулских школ Но долго ли стоять ей среди большого города? Вот это чудо природы Правда, здесь сразу возникает несколько вопросов Смотрите, подгнивают корни И вообще, откуда влага? Поскольку, судя по зеленой кроне, она еще себя чувствует вполне уверенно Но в том, что ее ждет грустное будущее Сомнений никакого нет Факт остается фактом Это последнее прибежище леса в центре Барнаула Будем так говорить И, конечно, всякий уважающий себя барнаулец должен прийти и потрогать ее Сосна, дерево такое очень теплое, дружелюбное человеку Постоять у этой сосны, смотришь и проживешь лишний день на этом грешном мире Илья Кочетков, Александр Антропов, Наши новости